Зелёная карта Согласно этой системе, страховая компания, у которой вы покупаете грин-карт, оплотит ущерб, который вы можете нанести третьим лицам при вождении вашего автомобиля. Это не только материальные ущербы, это также жизнь и здоровье третьих лиц в результате ДТП. Оформить полис достаточно просто. Обязательное условие, чтобы ваш автомобиль был зарегистрирован в Республике Молдова, а из документов необходимо иметь при себе техпаспорт транспортного средства. Кстати, чтобы оформить зелёную карту, вы можете даже не выезжать из дома или офиса. Сегодня это можно сделать онлайн, а доставка по Кишинёву бесплатна. Территория покрытия делится на зоны. Это первая, вторая и третья зона. Первая зона – это у нас Украина-Белоруссия, вторая зона – это у нас Украина-Белоруссия-Россия и уже третья зона, которая покрывает все страны зелёной карты. Это 48 стран. Тарифы на страховой полис установлены в евро, но оплата осуществляется в леях по курсу Национального банка. Стоимость зависит от нескольких параметров. В принципе, зелёная карта зависит от зоны, куда вы уезжаете и на какой строк вы уезжаете, а также от вида транспорта. Если у нас получается, например, вы уезжаете за границей в Украину на 15 дней, у вас лековый автомобиль, то стоимость зелёной карты – это где-то 80 лей. Если уже в Россию, то там 500 с чем-то, зависит от курса. Также если в Румынию, там 830-815, зависит от курса по нему. Только не стоит экономить на зелёной карте, потому что в поисках низких цен вы можете оказаться в руках мошенников, которые продают поддельные сертификаты. Убедиться в достоверности своей зелёной карты можно на сайте Государственной автоматизированной информационной системы RCA Data. Обязательно проверьте все пункты категории автомобиля, территория покрытия и ваши личные данные. И в случае, если всё оформлено правильно, спокойно отправляйтесь в путешествие. Счастливого пути!